184 миллиона тенге. Такая сумма предусмотрена в городском бюджете на вывоз и уборку снега в Петропавловске. Еще 15 миллионов выделено на подсыпку противогололедным материалам дорог и автобусных остановок. Справляются ли подрядчики с поставленной задачей? Аким города Марат Асмаканбетов проверил работу компании убирающих снег, а вместе с ним и наша съемочная группа. Улица Абая перекрыта. Здесь работает снегоуборочная техника товарищества с ограниченной ответственностью Норд-Жолдара. Увидеть ее можно с 9 вечера до 6 утра. По словам сотрудников, это время работать удобнее. На дорогах почти нет машин. Всего за компанией Норд-Жолдара закреплены 38 петропавловских улиц. Среди них Абая, Астана, Батырбаяна, а также весь микрорайон Береке. За сутки машины вывозят более тысячи кубов снега. В работе задействована почти вся техника компании. Снег начался еще днем, а значит работы хватит на всю ночь. У нас 6 единиц самосвалов, как я сказал, и 4 техники. Это техника грейдер для нарезки вала. И остальная техника занимается вывозом снега с зеленой зоны. И одна техника – это щетка, которая полностью защищает после уборки снега, полностью защищает улицу. Когда мы очищаем сейчас снег грейдером, мы срываем этот лед сразу же. Содержание дорог в зимний период – одна из приоритетных задач городских властей. Она находится на контроле Акима Петропавловска, Марата Тасмаганбетова. Накануне вечером он лично проверил работу подрядных компаний, задействованных в уборке снега. Повод есть. На качество очистки дорог и тротуаров от горожан поступает немало жалоб. В 2016 году на уборку и вывоз снега в бюджете Петропавловска предусмотрено 184 миллиона тенге и 15 миллионов на содержание снежных свалок. По словам Марата Тасмаганбетова, для оперативной уборки улиц Горакимат принимает все необходимые меры. В этом году дополнительно привлечен транспорт. На сегодняшний день в целом на вывозке и механизированной очистке снега занято более 150 единиц техники. Дополнительно для того, чтобы уменьшить расстояние по вывозу снега, открыты к имеющейся снежной свалке три дополнительные свалки, что в целом увеличит производительность вывоза снега. Между тем, с ноября, именно тогда в Петропавловске началась зима, в травмпункт 3-й горбольницы обратились 2252 человека. Все они получили уличные травмы. В основном люди ломают лодыжки, кисти рук, ребра. Почти у двух десятков человек переломы позвоночника. Лишь половина пациентов отделалась ушибами и растяжениями. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. Субтитры создавал DimaTorzok